Друзья, только что вернулись с отпуска с Азовско-Черноморского побережья. Хочу вам рассказать кратенько о дороге. Сколько пунктов взимания платы, сколько стоит дорога, можно ли сэкономить, нужно ли это делать, например, объезжая платные участки, где вас поджидает полиция, а также, где лучше всего переночевать, если вы едете не одним днём. Итак, поехали! Итак, друзья, давайте начнём нашу поездку. Прежде всего, нужно приобрести транспондер. Транспондер, о его пользе давайте не будем говорить в рамках этого ролика. Вы его окупите в первую же дальнюю поездку, если приобретаете за деньги. На сайте Росавтодора бывают розыгрыши, акции, его можно приобрести даже бесплатно. Так, помимо этого, с транспондером у вас на каждом пункте взимания платы отдельные, так называемые, зелёные полосы, где, если немного народа, можно даже не останавливаться. Снижаете скорость до 30 км в час, и шлагбаум перед вами при положительном балансе на транспондере открывается. Далее нужно скачать приложение Автодора. Вот его значок. Давайте откроем. Тут же вы спокойненько в простом интерфейсе зарегистрируете по номеру ваш транспондер, и появится вот такой баланс. Пополнять его можно прямо с телефона, очень удобно. Итак, мы ехали на море в субботу. Соответственно, это тариф выходного дня. Вот мы пополнили транспондер на 2000 рублей, и 2 июля двинулись в путь. Первый пункт взимания платы через 40 км от МКАДа в районе Ситни-Щелканово мы объехали по Старокаширскому шоссе. Дорога удлинялась всего на 15 минут, поэтому было принято решение сэкономить. Все остальные пункты взимания платы подряд до Станицы Кущевска. Их будет 11 штук. Мы проехали по платным участкам. Далее мы свернули вправо на Азовское море, но если вы едете в Крым или, например, в Анапу, в Новороссийск, в Сочи, будет еще один пункт взимания платы в районе поселка Веселая жизнь. По-моему, он рублей 150 стоит. Поэтому могу утверждать, от Москвы до моря 13 пунктов взимания платы. Теперь по стоимости. Так, 2 июля это суббота, тариф выходного дня. Вот все списания вы видите. Вот это крайнее списание, примерно у Станицы Кущевска. Дорога заняла 2060 рублей. Мы заранее приобрели скидку в 7%. Посмотрите, кстати, в приложении Автодора, может быть, вам хватит баллов на какую-либо скидку. Это очень удобно, но есть нюанс. Если вы едете в августе, скидку нужно приобрести в июле. Едете в июле, скидку нужно приобрести в июне, то есть в предыдущем месяце. И тогда она будет работать. Так, 2060 рублей, как я уже сказал, с объездом одного платного участка по Старо-Каширскому шоссе. Обратно. Мы уже ехали 13 июля. Это среда или четверг, по-моему. Ну, неважно. Тариф буднего дня. Понедельник, вторник, среда, четверг – это будние дни. Пятница, суббота, воскресенье – это выходные дни. Вот вы видите все списания, все 11 пунктов мы проехали. И, соответственно, один тоже объехали по Старо-Каширскому шоссе перед Москвой. Дорога заняла 1450 рублей. Это на 30% дешевле, чем в выходной день. Поэтому рассчитывайте свою дорогу. Хотите сэкономить. Можно что-то объехать. И можно поехать, например, в будний день. Повторюсь, 1450 против 2060 рублей. Вот, обратите внимание, наглядно показываю вам скидки. На одном из пунктов взимания платы. С транспондером. Рабочие дни. Выходные дни. И без транспондера. В рабочие дни. И выходные дни. Как я уже сказал, примерно 30% экономия. По поводу стоимости выяснили. Теперь по поводу объезда платных участков. Очень важная тема. Вы должны понимать, что контроль скорости на всем протяжении автомагистрали М4Дон осуществляется с помощью стационарных камер, которые установлены на мачтах освещения или путепроводах. Как правило, все едут плюс 20 км в час нештрафуемые. Иногда быстрее. Снижая скорость перед этими камерами. За километр до каждой камеры обязательно стоит знак видеофиксации. Вы можете спокойно регулировать скорость. Таким образом, никаких сюрпризов нет. На всем протяжении мы встретили, наверное, 2 или 3 патрульные машины, которые, как мне показалось, просто номинально обозначают свое присутствие. Как только вы съезжаете с автомагистрали на дорогу местного значения, вы попадаете на полосу попутную и полосу встречную. Очень мало места для обгона. Очень длинные участки со сплошными полосами. И вы едете в потоке с муковозами, с ментовозами, фурами, очень медленными грузовиками, грузовиками, груженными зерном и так далее. Пыльные дороги, очень много населенных пунктов. И, конечно же, возникает соблазн у некоторых водителей обогнать нарастающая усталость. Все такое. И вот как раз на этих участках стоят полицейские машины, которые принимают вас, и вы начинаете долгий и нудный разговор с инспектором. Если такого не происходит, вы просто еще больше устаете. Как мне показалось, мы попытались объехать в районе Воронежа один из таких участков. На самом деле это утомительно. Даже с кондиционером, даже с чашечкой любимого кофе в специальном термосе, все равно это утомительно. Поэтому такой опыт у нас был. И теперь мы ездим именно по платным участкам, понимая, что нас ждет на бесплатных участках, даже если время сильно не увеличивается. Вот это по поводу объезда платников. В целом автомагистраль М4 Дон очень комфортная. Минимум две полосы движения в попутном направлении. Практически идеальное покрытие. Участков, которые ремонтируются, на данный момент немного. Но, друзья, они есть. Когда мы двигались на море, в субботу пришлось постоять. Общее время нахождения в пробках составило где-то, ну, на всем протяжении дороги, около часа. Обратно где-то минут, наверное, 10. В одном месте, где было сильное сужение до одной полосы при ремонте путепровода. Поэтому, если есть такая возможность, конечно же, комфортнее и дешевле двигаться в сторону моря, в сторону отдыха в будний день. По поводу отдыха или ночлега в дороге. Ну, прежде всего, это вывод конкретного водителя. Ехать одним днем или ехать с привалом. Как по нам, мы ехали и так, и так. Имеется опыт. Комфортнее, конечно, в дороге отдохнуть. Потому что, если не отдыхать, то первый день отпуска, он вылетает. У вас чумная голова с шумами от дороги, вы уставший. И, соответственно, минус день от отпуска. Мы выезжаем всегда накануне. Ночуем в городе Каменск-Шахтинский. Это примерно середина между Москвой и морем. Ехать до него в среднем 10, 11, 12 часов. В зависимости от дня недели, от трафика, от наличия ремонтов на дороге. Вы пьете кофе дома, потом приезжаете в Каменск-Шахтинский. Спокойненько ужинаете, ложитесь спать. И рано утром в дорогу приезжаете на море свеженький. Мы облюбовали там местечко. Очень недорогое. Как правило, ночевка стоит нам, ну, где-то полторы-две тысячи рублей. В зависимости от комфорта конкретной комнаты. Это гостевой дом на Пархоменко. По ссылке в описании вы можете найти обзор этого гостевого дома. И контакты хозяйки, чтобы заранее зарезервировать за собой комнату. Наш выбор в дороге все-таки отдохнуть. В принципе, друзья, это все. Комфортной дорога на море будет в будний день с транспондером, с отдыхом в дороге и без объезда платных участков. Спасибо за внимание. Ни гвозя вам, ни жезла. Подписывайтесь на канал. Пока!